Удивительный мир пауков-гигантов в музейно-выставочном центре. Уникальная выставка, на которой представлено более 50 хищников, работает до 29 августа. Экспозиция познакомит с видовым разнообразием пауков-птицеедов и представителями отряда скорпионов. За стеклами террариумов, как в свете софитов, греют пушистые брюшки гостей из Южной Америки, Юго-Западной Азии и западного побережья Африки. Длинноногие красавцы удивляют расцветкой и своим спокойствием. Для каждого из них созданы все условия в индивидуальных жилищах. Иногда гастролеров выпускают прогуляться по посетителям этой удивительной выставки. В Серпухов приехали пауки-гиганты. Компаниями представляют скорпионы, мадагаскарские тараканы и даже рептилии. Более 50 живых экспонатов, за которыми так интересно наблюдать, а может и познакомиться поближе. На самом деле все пауки, которые представлены здесь, они не то что не обитают в Московской области. Их вообще на территории нашей страны нигде больше не встретишь в дикой природе. А вот здесь просто уникальнейшая возможность всем и каждому просто посмотреть, насколько богат весь этот живой мир, его обитатели. Экзотическая выставка пауков-гигантов в музейно-выставочном центре – интерактивная и познавательная площадка. Папы и мамы, дедушки и бабушки, приводя своих малышей сюда, тут же забываются и сами с интересом коммуницируют с местными обитателями. О том, как устроены паукообразные, о их повадках в живой природе расскажут информационные стенды. Можно как самостоятельно просто посмотреть, походить по выставке, можно же заказать экскурсии, тогда вот как раз узнать очень много интересного об этих самых пауках. Организаторы придумали целую программу с экскурсией и мастер-классом «Паук из бисера». Но в любом случае знакомство с пауком-птицеедом запомнится надолго. Ну, такой мягкий и нежный. Он красивый цветом и лапками. Я фанат человека-паука, и мы с дедушкой решили сходить на эту выставку огромных насекомых. Они большие, мохнатые, здоровые. Уникальная выставка живых пауков и скорпионов будет действовать в музейно-выставочном центре до 29 августа. Продолжение следует...